Опа! Здорово! Это влог Митя Пушкина! Здравствуйте! Я еду в Казань! Это влог. Не смотрите этот влог. Это влог Митя Пушкина. Я спиздил у него камеру. Не смотрите этот влог никогда. Мы в Казани. Море. Море. Море чак-чака. Здорово! Здравствуйте! Добрый вечер в Казань! На такси 116 рублей. Выбор очевиден. Иду пешком. Сколько стоило вообще открыть? Нет, у нас намного больше. Намного больше? Да. Тут есть, оказывается, бассейн, он включен в стоимость. Казань, обалденное место. Ну что, покажу вам обзор на стендап-клуб в Казани. Покажу вам клуб и город Казань. Зима мне не помеха. Так, что, смотрите, я уже на вокзале. На Казанском вокзале. Я уже здесь час тусуюсь, потому что я приехал сильно рано. На полтора часа. И я вот так вот хожу. Тусуюсь. Сесть негде. Тут везде люди сидят. Вот видите, вот так вот. Просто негде сесть. Все места занято. С сумками, бабками, детьми. Вообще детей. Море тут какие-то. Море детей. Говорят, еще рожайте детей. Тут море. Там сесть негде было вообще. И вон еще тусуют. Мне осталось где-то еще 40 минут потусоваться. И я пойду в свой поезд. Кстати, ребята, очень круто. Вообще мне купили купе. Представляете, купе. Поехали в купе. Офига себе. Как вообще, ну, как звезда. Все. Все, ребята. Это вообще уже. Если я в купе езжу, все. Это уже точно нарезка должна быть у меня. Скорее всего там в гримерке. Сырная или там рыбная. Или какая? Мясная. Скорее всего мясная. Может и фруктовая. А может все и сразу вообще. Может чудо. Опа, мы в Казани. Все, ребята. Я приехал. Покажу вам купе. Но купе было нормальное. Я пришел, поспал, проснулся. Уже Казань. Но здесь, я скажу вам прохладенько. Буду сейчас звонить, что я приехал. Вызвали такси или еще что-то. Куда тут ехать? Я в Казани второй раз. Поэтому нигде мы не погуляем. Есть хочется. Что я хочу. Поесть надо. Уже обед. А я не ел. Поеду уничтожать. Вот чак-чак. И всю национальную кухню. Все, давайте. Так. Ну что, ребята. Я уже иду по главной улице Казани. Гуляю здесь. И, знаете, я буду жить в крутой гостинице. Все. Я вообще, я люблю Казань. У меня вот... Моя гостиница называется Шаляпин. Вот она. Да! Все. Прям в центре. Клуб вообще недалеко. Борталик прогуляться. В центре погулять. Обалденно пока что вообще тут. Я скажу, ребята. Казань. Здравствуйте. Дружка, у вас можно спросить? Ну, я тут должен был номер забронировать. Все. Я вышел оттуда. Не буду я жить. У меня нет там в списках. Может, они забыли забронировать. Не знаю. Короче, меня там пока нет. Пошел есть. Тубатей. Тубатей. Короче, национальный Макдональдс. Тубитей. Пойду есть. Вот. Опа. Все, мы в номере. Смотрите, что это за прекрасный номер мне предоставили. Для настоящей звезды эстрады. Ха-ха-ха. Кроваточка. Это картина. Чайничек. Халатик. Это богатая жизнь тяжела очень. Кстати, в чем проблема была? Я был в списках. Просто я был как под псевдонимом Митя Пушкин. Представляете? А если кто не знает, меня так не по-настоящему зовут. К сожалению. Да, я взял этот псевдоним, когда работал в таможне. И мне нельзя было выступать под моим настоящим именем и фамилией. Вот такой я обманщик. Ха-ха-ха. Поеду за бритвой. Прихорашиваться. Мыться. И за этот номер надо разматывать зал. Ребята. Пойду убивать сегодня шутками. Все, давайте. Спасибо, что вы со мной. Мы сейчас на улице Баммунской. Это тут главная улица Казани, в которой все гуляют, поют песни. И на ней находится сандап-клуб. Проходимость тут, мне кажется, очень крута. Очень красивая улица, на самом деле. Очень старинные дома и много всяких приколюх, местечек. Тут, конечно, сладостей просто полно. Эти всяких чайных. Попробовать вкуснотень здесь. Море. 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 Море чак-чака. Море. Можно утонуть в нем. Ну, а тут уже нарядились, на самом деле. К новому году. Смотрим местечко. Уже готовятся. Смотрите, прикол стадап-клуба в Казани, что он находится в центральном месте, на Баммунской, в торговом центре Родина. Вот мы сейчас в нем. Вот здесь начинается клуб. Тут диванчики, фотки. Все, кто здесь был, крутых комиков. Здесь продолжение. Здесь гардероб. Так, резиденты клуба. Это сам стендап-клуб. Вот это внутри помещения. Бар. Здесь 140 посадочных мест. Вот видите, вот это вот все. 140 человек. Охренеть. Так, клубу уже будет 5 лет. Вот в этом году. 1 апреля, мы сказали. Поэтому тут будет юбилей. Фига себе. Это влог. Сразу выводят нахер. Ну, классный клуб. Приезжайте в Казань. Гримерочка. У меня тут чайком поет. Салатик. Можно все что угодно было заказывать. Но я перед выступлением сильно не ем. Смотрите, ребят, принесли фотки. Вот тут традиция записаться. И тут у Сереги лицевого. А что писать? А что обычно пишут? Слушай, вообще можешь что угодно писать. Типа, кто прочитает это сообщение, перешли 8 людям. Иначе. Бля, это прикольно. Я помню, когда первый раз это увидел, думал, вау, как круто. Как я хотел, чтобы моя фотка там тоже висела. И вот, все сбывается. Здорово, здравствуйте, добрый вечер Казань. Здравствуйте. 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 Так, что слушать, я недавно написал, что после 30 минут, после 30 минут, цель считается полезным. Я думаю, охуеть. А я до этого, чтобы, что, сижу, бесполезно занимался. А вот, единственное, у меня бог болит, дай-ка, ступлю меня туда вообще. Ну, 30 минут оттуда считать. Сознакомство, да, должно не есть, 30 минут не хорошо. Ну, это по-любому выкид, что я придумал с этим, по-любому. То есть, все придумали, называется по-другому. Типа, почему после 10 минут секс при здоровье, так называлось бы это? Прелюдия для снятия носков. Мужки, пошло бы никто занимался сексом 30 минут. Три пиздового взяли, да? Так, девчонки, такая, лето снятия, спалил. Слышка, девчонки, пошло бы никто из вас занимался сексом 30 минут. Там девушка у нас же не пошло бы, какое, блядь. Ну, что это пиздичное вообще? Он вот так посмотрел, она такая на него, да ладно, ладно. Слышка, ты мой ебако. Доброе утро, ребята. Второй день. Я в Казани. Что, вчера все отлично прошло. Разъеб. Ну, что еще? Можно было от меня ожидать. Ну, зал. На самом деле зал очень теплый. Вообще, классно прошло. Народу много было, там сто с чем-то человек. Вообще, это было очень классно. Прошло. Я выступал классно. Серега, потом ты вышел, тоже разъебал. Что? Хорошо. Закрыли сегодня еще. Надо продолжить нашу марафон разъебов. И все нормально. Я, знаете, что? Тут есть, оказывается, бассейн. Он включен в стоимость проживания. А у меня нету шорт. Ну, в своих шортах. В своих шортах. В своих трусах купаться, наверное, такой себе. Ну, что-то. Сейчас еще сплывет какие-то желтые там пятна. Короче, я пойду, куплю шорты сейчас в фикс прайсе и пойду купаться. Бабасик. Так, я в фикс прайсе. Что-то я тут не вижу. Нормальный шорт, ребята. Что-то не знаю, в чем я буду купаться. У меня выбор пал только на одни шорты. Плавки. Вот эти. Короче, будем искать дальше шорты. Что, ребята, я уже обошел несколько магазинов. Не могу найти здесь шорты. Плавки. Не знаю, что. О, добрый вечер. Лицо попроще сделаем. Стоит. Не улыбнется даже. Так, ребята, я поехал в Варшал за шортами. В торговом центре я не нашел ничего. Ну, тут какое-то маленькое кольцо. Не знаю, что будет. Особо вообще выбора нет. Пару магазинов. Еще знаете, в чем прикол Казани? Здесь очень дешево такси. Я смотрел пешком до этого Ашана 20 минут. На такси 116 рублей. Выбор очевиден. Иду пешком. Что вы понимали, я уже на рынке. Еще шорт и зимой. Вот. Мне кажется, я их здесь не найду. Ну, мы посмотрим. Шубы, дубленки, полоте. Заебись. И Мичка за шортами с Москвы приехал. Здесь шорт точно нет. Может уже брюки купить, чтобы покупаться. Есть наши шорты. Вот. Шорты. Такие или такие? Еще вот такие. Как на пляже. На Ямайке был. А в какую цену они? 5 рублей. Я в Басике. Канецка добрался. Лавки тоже здесь. Будем использовать максимум из этого отеля. Прожимать. Ребята, бабки уплощены. Так, ребят, тут еще есть. Еще в Басике есть сауна. Я только что узнал. Надо же отведать сауну тогда. Вот. Маленькая. Просто херена. Выживаем максимум, ребят. Покупался, сходил в сауну. Теперь пью чай. Казань. Обалденное место. За деда. Так, смотрите. Я, конечно же, купил в Казани чак-чака. И еще всяких вкуснотей. Вот, видите. Чак-чак и еще какие-то вкусности. И, честно, не помню, как они называются. Ням-ням. Все, буду есть это. Так, если вы знаете, как эти, кроме чак-чака называются, напишите в комментариях обязательно. Я просто не помню, как они называются. Все. Уже до следующего выступления. Стал сегодня разъебать зал. Нормально. И все. И завтра домой в Москву. Так что сейчас полежу. Чайку я попью, конечно же. И в бой. Это влог. Не смотрите этот влог. Это влог Мити Пушкина. Я спиздал у него камеру. Не смотрите этот влог никогда. 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 Ребята, Митя Пушкин. Он, блядь. Я нахожусь в подвале у Мити Пушкина. У него здесь, блядь, у него здесь дети расчлененные. Вы ебаные животные. Горязные камеры, блядь. Не смотрите это. Если вы смотрите это видео, включите что-нибудь развивающее. Так. Ребята, здравствуйте. Это влог Мити Пушкина. Мы продолжаем. Смотрите. Со мной идет основатель СНАП клуба. Со основатель. Потому что Шумгунов напряжется. Извините. Со основатель СНАП клуба Казани. Ильдар Фатахов. Слушай. Вот есть такой вот вопрос. Если я тебе сразу... Серег. Нам сюда. Серег нам туда. Смотри. Сколько СНАП клуба? Пять лет. Правильно? Будет, да. В апреле. Получается через пять месяцев. Четыре с половиной пока. У них посадка. Прикиньте. Там 150 человек. Амфитеатрная. Правильно? Амфитеатрная посадка. Ну это просто, ребята. Разъеб на самом деле. Если что. Клуб пиздатный. Приезжайте. Если будете в Казань, обязательно сходите. Так. Смотри. Я хотел спросить. Сколько стоило вообще открыть? Я спрашивал у ребят в Рязани. В Рязани вообще дешево. У них вышло. Там Дима Птицын... 120 рублей? Да. Просто. Ну мы здесь будем организовывать. Это же Рязань. Это же Рязань. При всем уважении к вам ребят. Дим, все нормально. Он сказал, что около миллиона у них вышло. Нет, у нас намного больше. В пять раз, да. В пять миллионов вышло. Приблизительно, да. В том плане, что мы считали... Типа вот на что самое большое вообще уходит? Вот если, знаешь, организовывать стендап-клуб. Что самое важное? Нет. Самое важное, наверное, создать базу. Это самое дорогое и бесценное. Создать базу комиков, которые вокруг тебя и которые будут с тобой двигаться до последнего. Имеется в виду, что ты не можешь открыть стендап-клуб, думая, что я сейчас открою стендап-клуб. Тебе нужны люди, комики, друзья, единомышленники. Потому что без них на привозах не вывезешь. Без комиков, которые будут шутить, которые будут делать открытые микрофоны, другие шоу. То есть без них тяжело. Нужна база людей, которые это сделают. Которые поддерживают клуб. Конечно. Которые будут... Да, я понял. У нас это стали резидентами клуба. Сколько было до открытия стендап-клуба? Сколько было движений? Сколько лет вы тамились? Сколько было сначала? Да, я понимаю про что ты. Сколько лет было творческое движение само? Ну, я думаю, что, наверное, лет пять минимум. Лет пять, да. Но самый прикол в том, что я никогда там не состоял, потому что я не комик. Но дело в том, что... Короче, сорок человек было в чате. Сколько, сто сорок? Сорок. 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 Это сорок комиков? Сорок, да. Сорок в чате было. В чате сорок. На тот момент это не так много. Через год, грубо говоря, как мы открылись, в чате стало сто сорок комиков. В этом кайф, что именно открытие таких штук, таких... Сразу возросло, да? Заведение, да. Это мотивирует ребят, чтобы развивать нашу движуху стендап, юмор. А сколько вот, блин, сто сорок, сколько у вас сейчас типа резидентов? Резидентов на данный момент человек тринадцать-четырнадцать. А, тринадцать-четырнадцать. Типа немного, да? Ну, имеется в виду это резиденты, которые работают в клубе. А, кто работает. Комиков вообще до хрена. А имеется в виду резидентов, которые прям вот к клубу, которые выступают на разогревах, которые делают свои шоу, которые придумывают каждый раз новый контент, какие-то свои шоу, внутренние мероприятия. Их человек, ну, двенадцать-тринадцать-четырнадцать. А сколько сейчас комиков, Ильдар? В Казани. В Казани. Это, наверное, Ильнур Асхадуллин ответит. В комментариях, пожалуйста, Ильнур, ответь. Ну, блин, я просто не занимаюсь. А что в какой-то твое обязанность сейчас вот как, что за это отвечаешь? Я отвечаю за line-up, который, ну, то есть, вот, pop stand-up, концерты, все привозы. Грубо говоря, привозы всех друзей, комиков. Все, вы знаете, да, если что там комики? Вы знаете, что самое интересное? Мы с ним не были знакомы. Ну, как бы мы видели. Вообще, первый раз. Ну, теперь же он стал мой друг. Все. Вот на этом и закончим. Опа! Настал день, когда надо уезжать из Казани. Очень классная поездка в Казань была. Мы вчера еще потусили, посидели, поболтали. Блин, Казань, конечно, очень гостеприимное место. Ильдар, спасибо еще раз большое. Да, казанский зал вообще очень гостеприимный. Люди очень такие отдают энергию. Блин, очень классно для них выступать. В целом, поездка, блин, очень классная получилась. Я посмотрел Казань. Казань, конечно, правда говорят, третья столица России. Очень красивый, очень красивый город. Очень крутой. Еды тут просто тьма, блин. Просто этих мест вкусных. Объесться можно, чувствую. Я приеду летом сюда еще с женой. Будем тут полнеть. На этом все. Спасибо большое, что досмотрели этот влог до конца. Для зрителей скажу, если вы с Казани, обязательно сходите в сандап-клуб Казани. Это на ТРЦ Родина. На третьем этаже я там находится. Очень классное место, кайфанете. Очень смешно. Проведете время. Так, у меня на этом все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Вы все счастливчики, все лучшие люди. Запомните это. Вы все прекрасные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все пишите. Я буду очень счастлив, если вы что-то там оставите. Все. Всем счастья, здоровья, любви и все-таки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok